Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю. На связи столичное управление МЧС. В студии Александр Попко. С начала года минские спасатели совершили более 1700 боевых выездов. За это время на пожарах погибли 9 человек. 14 человек спасены. Минск чрезвычайный. 3 апреля в 10.44 спасателям поступило сообщение о травмировании рабочего в результате вспышки газовоздушной смеси на стройплощадке по адресу независимости 27А. Со слов пострадавшего, он проводил перекачку кислорода из одного баллона в другой, в результате чего и произошла вспышка. Бригадой скорой помощи мужчину с термическими ожогами второй степени на 18% тела госпитализировали. В половину шестого вечера того же дня помощь спасателе потребовалась мальчику 2009 года рождения. Дело в том, что, играя со сверстниками напротив дома номер 71 по улице Лобанка, он хотел забраться на дерево, но соскользнув, его нога оказалась зажатой между стволами этого дерева. Работники МЧС при помощи аварийно-спасательного инструмента высвободили ногу мальчика. Он отделался парой ссадин и легким испугом. Минск чрезвычайный. В час ночи 8 апреля произошло загорание бункеров пенополистирола на территории комбината силикатных изделий по улице Минина. Прибывшие огнеборцы констатировали горение 6 бункеров загрузкой 6 тонн, парусины и деревянной отделки на площади 200 квадратных метров. Спасателям понадобилось около получаса, чтобы ликвидировать горение. Вероятная причина пожара – короткое замыкание электропроводки вентилятора. На этом все. С вами был Александр Попко. Берегите себя и оставайтесь дома. Пока. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.